Друзья, всем привет! Казалось бы, все главные пикапы протестированы, все основные их моменты изучены, но все-таки не до конца. Volkswagen Amarok вновь создает повод для знакомства и на этот раз это его рестайлинг, в ходе которого, кроме всего прочего, под его капотом появился двигатель V6. Уверен, это должно быть интересным. Поехали! С Amarok как таковым мы уже хорошо знакомы. Пару лет назад я брал на тест его топовую версию каньон. Сейчас же предлагаю узнать, что изменилось в модели после рестайлинга и самое важное, как едет пикап с трехлитровым трубодизелем. Ведь заявленный разгон до сотни здесь впечатляет 7,9 секунды. Конкретно наш тестовый экземпляр – это, по сути, топовое исполнение Amarok, оснащенное всевозможными приятными опциями. И только лишь оно доступно с V6. Все остальные три комплектации – это Jagger, Rodeo и Rancho – довольствуются двухлитровым битурбодизелем, мощность которого может быть либо 140 лошадиных сил, либо 180. Кстати, в Европе он уже не предлагается, там доступен только V6. Правда, он бывает и послабее, например, на 163 или 204 силы. Но то, как говорится у них. Наши реалии таковы, что спектр модификации весьма велик. От утилитарной рабочей лошадки в виде Amarok с механической коробкой, подключаемым полным приводом и понижайкой, до такого вот аппарата с полным фаршем. Но и разброс цен соответствующий – от 31 до 55 тысяч долларов США. Внешне рестайлинговый Amarok можно отличить по изменившемуся дизайну передней части, но придется присмотреться, потому что эти самые изменения кроются в мелочах. Так, у пикапа теперь иной передний бампер, другая решетка радиатора и головная оптика. А главная идея изменений – это больше фактурностей, угловатых форм и меньше закруглений. С остальных ракурсов отличить модернизированный Amarok сложнее, разве что по иному рисунку колесных дисков до новым цветам кузова. Например, появился насыщенный синий, но у нас, как видите, колор поскромнее. А вот в салоне изменений больше. Сразу же замечаешь совершенно иную переднюю панель и другое рулевое колесо, совсем как в легковушках марки. Но самое классное здесь – это вот эти вот передние кресла ErgoComfort, которые стали доступны только после рестайлинга. Это самые крутые передние сидения, которые возможны для моделей и отличаются они выверенным профилем и отличной, хорошо развитой боковой поддержкой. Сидеть в них действительно комфортно. Они напоминают спортивные, но на самом деле их первоочередная задача – это обеспечивать комфортную, эргономичную и, я бы сказал, здоровую посадку. И именно за этот параметр в Германии они были отмечены АГР. Это своего рода акция за здоровые спины. Абсолютно новая торпеда лишилась круглых дефлекторов обдува, получила больше ровных линий и граненых углов и в целом подтянулась под современную стилистику Volkswagen. И таковой она мне нравится даже несколько больше. Но все основные ключевые элементы остались на своих местах, поэтому с привыканием проблем не возникнет. Что хочется отметить – здесь новая приборная панель, появился датчик температуры охлаждающей жидкости, которого в прошлые разы на дорестайлинговых омароках мне не хватало. И появился новый блок климат-контроля. А также мультимедийная система Discover Media с диагональю экрана 6,33 дюйма. Да-да, не больше, не меньше. Начинка здесь опять же Full Package с сенсорным восприятием, навигацией, хорошей цветной картинкой с камеры заднего вида, в 5-метровом пикапе это особенно важно, различными вспомогательными функциями и классной акустикой. Только сама диагональ экрана в большом салоне омароках кажется мелковатой, но к качеству и четкости отображения у меня претензий нет. Кстати, внушительные размеры салона пикапа выдает и широкий центральный тоннель с подлокотником, мимо которого я промахиваюсь, когда веду автомобиль. По вылету он не регулируется. Зато с нишами и боксами полный порядок. Большая ниша под центральной частью торпеда, два подстаканника, здесь у нас также внушительная емкость и полка на самой центральной части торпеда. Кстати, здесь вот еще такая розеточка прикуриватель есть. Ну и напоследок остается констатировать, что пластики в салоне сплошь твердые. Кстати, если вы обратили внимание, у данной версии Амарока подножки упрятаны под пороги, то есть ими нельзя воспользоваться при посадке-высадке. Зато красиво и есть подсветка в темное время суток. Итак, задний ряд у нас без изменений. Три раздельных места, есть запас пространства над головой и совсем немного до спинок передних кресел. Ну, совсем чуть-чуть, практически впритык. Хорошо, хоть ступням не тесно, но, как видите, место не разгуляешься. Ну, и точно так же не разгуляешься с углом наклона спинки. Он здесь достаточно вертикален и поэтому в дальней дороге будешь уставать. Все-таки это пикап. Но, с другой стороны, хорошо, что хоть есть карманы в дверях, если положить бутылку или какую-то мелочевку. Дополнительного подогрева нет. Нет и здесь каких-либо фишек, только вот такая вот розетка прикуриватель. Все. Теперь смотрим, что у нас по сиденью. Оно подымается вот таким вот образом. Это прикольная фишка. Если нужно какой-то габарит не очень большой перевести, ну, я имею в виду груз, да, не габаритный, то вы делаете вот таким вот образом и сюда можете поставить что-то, закрыть это в салоне и меньше бояться за его сохранность. Потом это опускается. Ну, а если необходимо сложить спинку, нужно немного изловчиться, потянуть за две шлейки. Ну, и вот здесь мы обнаружим домкрат и небольшой набор инструментов. В принципе, какую-то мелочевку тоже сюда можно позасовывать, которой часто не пользуешься. Ну, и мне нравится, что даже вот такая вот задняя невидимая стенка отделана очень хорошо, очень добротно, все качественно, стыки, зазоры, крепления. Здорово, немецкий автомобиль. Ну, и вопрос сохранности груза в пикапах совсем не праздный, потому что кузов, как таковой, открыт постоянно. Но за дополнительную плату вы можете заказать один из вариантов его закрытия. В нашем случае это вот такая вот крышка, как я ее называю, капот наоборот. Получается, на замок закрывается она и на замок закрывается откидной борт. Соответственно, здесь уже можно что-то хранить. А еще лучше перевозить. Давайте откинем борт, посмотрим, что у нас здесь. Вот это очень прикольная штука. Это специальное покрытие. Это не корыто, не вкладыш, а просто напыление по металлу в несколько миллиметров, чтобы защитить его абсолютно от всего, с чем он может столкнуться при перевозке грузов, при простойке на морозах, под солнцем. Вообще он ничего не боится. Классная штука. То есть по нему можно двигать, грузить, наливать, засыпать и так далее. Но, как видите, вот такой вот капот наоборот, он несколько ограничивает маневры в кузове. То есть я не могу полноценно туда встать, что-то пытаться положить, вытащить, какой-то крупногабарит высокий уже не перевезешь. А чтобы его снять, нужно проделать такую нормальную работу. В два счета это не сделаешь. Винты, крепеж, это все снимается и тогда у вас уже появляется открытый кузов полностью. Но, как видите, все это дело неплохо сочетается с красивыми трубами. Ну и еще добавлю, что сам кузов после рестайлинга не изменился. Он по-прежнему имеет почти квадратную форму, полтора на метр шестьдесят и расстояние между колесными арками метр двадцать два. Ну, так чтобы для сравнения туда войдет палета даже поперек. Ну, а теперь давайте немного прокатимся на рестайлинговом Амароке и начну я, пожалуй, с обратного. То есть с того, что в пикапе не изменилось. А это, по большому счету, вся техническая начинка. Подвеска, автоматическая коробка передач, рулевое управление. Все это осталось прежним. То есть новшество заключается именно в двигателе V6. Но мне кажется, что в ходе рестайлинга немецкие инженеры все-таки немного подшаманили, поиграли с подвеской и теперь она стала несколько плавнее. Ну, действительно, по асфальту в городе Амарок идет очень плавно и, я бы даже сказал, мягко, как для пикапа и совершенно не козлит, не трясется и не вытрясает из вас душу. Подвеска здесь двухрычажная, независимая спереди и рессорная сзади. За доплату можно заказать ходовую heavy duty. Тогда грузоподъемность возрастет с 842 килограмм до 985. То есть Амарок сможет взять на борт тонну груза. Ну, и почему я так уверенно округлил в большую сторону? Да потому что пикапы наверняка хоть иногда, но перегружают. И мне кажется, что Амарок способен справиться с такой вот легкой перегрузкой. Ну, плюс-минус 100-200 килограмм для него должно быть несложно. А что касается плохих дорог, по крайней мере, все то, чем может напугать нас город, все это Амароку по барабану. Все равно, на нем можно особо дорогу не разбирать, ямы не объезжать и перед лежачими полицейскими не притормаживать. Все проглотит и переварит. Но еще круче оказались впечатления от динамических возможностей пикапа. Итак, напоминаю, здесь под капотом V6 объемом 3 литра, мощностью 224 лошадиные силы и тяговым усилием 550 ньютон-метров. Причем доступны они с 1400 оборотов. Фактически из самых минимальных, вот следующие за холостыми, полторы тысячи, все, вы уже выходите на полку момента 550 номов. И везет пикап действительно очень классно. Плюс впечатления удваиваются из-за массы габаритов и высокой посадки в целом. То есть, когда вы нажимаете педаль в пол, автомобиль просто как торпеда начинает набирать скорость. И, как говорится, если у носорога плохое зрение, то это уже не его проблемы. Но я все же предлагаю подкрепить это дело фактами, цифрами. И сейчас мы с вами замеряем разгон до сотни. Напомним, что для заправки тестовых машин мы выбрали сеть АЗС Украфта, реализующую в Киеве литовское топливо Орлен. К тому же теперь имеем возможность объективно сравнивать их расход и динамику, зная, что в баке топливо стабильного качества. Однако, как мы не старались, заявленных 7,9, к сожалению, не получилось. Лучший результат 8,7. Но, тем не менее, согласитесь, такая цифра для пикапа это очень классный результат. И, по большому счету, с такими показателями он легко объезжает очень многие, ну, к примеру, скажем, турбированные седаны и хэтчбеки С-класса. Что касается работы электромеханического усилителя руля, то здесь очень здорово придумано, что усилие на нем растет с ростом скорости. И автомобиль вы будете контролировать хорошо и получать на руль обратную связь. Но выворот маловато. Честно говоря, хотелось бы больше. И когда вы с этими 5 метрами начинаете маневрировать в городских дворах, выворота явно не хватает. Хотя, от упора до упора руль делает всего 2,8 оборота. И это, в принципе, немного. То есть, хороший показатель, достаточно острое рулевое. Но вот при маневрах надо быть готовым к такому. И тут очень, кстати, приходят на помощь камеры заднего вида и парктроники спереди и сзади. Для такой версии это стандартное оснащение. Но для тех базовых омароков, где этого нет, я бы настоятельно рекомендовал все это дозаказать. Это значительно облегчит жизнь. Реально, каждый день. Ну, а про автоматическую коробку передач мы подробно рассказывали в нашем предыдущем тесте. И, в принципе, готовы подтвердить каждое слово. Она все так же хорошо работает, плавно переключается, адекватно подбирает передачи. Ну, а их количество в числе 8 нужно для того, чтобы первая имитировала работу понижающая передача. Она здесь очень короткая. А высшая, восьмая, она служит для езды по трассе и для экономии топлива. Конечно, наличие спортивного режима коробки и подрулевых лепестков в пикапе немного удивляет. Но, в данном случае, в нашей версии это объясняется наличием мощного и тяговитого двигателя. Ну, и, собственно, про расход. За время нашего теста мы поездили в разных условиях и в пробках, и по пустым дорогам. Но, тем не менее, меньше десятки цифра не опускалась. То есть, вот 10 это реально минимальный расход в городе. Но, по крайней мере, то, что получилось у нас осенними деньками. Конечно, зимой, когда дизель нужно будет чуть дольше прогревать, расход чуть подрастет. Летом может чуть уменьшиться. И, если сравнивать его с двухлитровым дизелем, с его расходом, то получится разница где-то полтора-два литра на каждую сотню. Но, я думаю, эти полтора-два литра того стоят. Если особо не мелочиться и не экономить, чаще наступать на газ со светофора, то получится цифра 12-13 литров. Ну, в принципе, для V-образной шестерки, для трех литров цифра, в принципе, адекватная. Не будем забывать про снаряженную массу больше двух тонн. И теперь мы готовы к выезду на оффроуд. Немножко потренируем и помучаем омарок в песках. И перед этим озвучу вам цифры, которые получились у нас по замерам клиренса. Это две цифры, потому что под картером двигателя здесь 230 мм, а под задним мостом, под его картером, под самой нижней точкой 210. И на всякий случай я вам напомню, что омароки с автоматами имеют постоянный полный привод. Он распределяется в пропорции 40 на передок и 60 на задок. И отвечает за него межосевой дифференциал торсен. Но в случае каких-то пробуксовок в тяжелых дорожных условиях это соотношение может меняться. На передок может уходить до 65%, на зад до 85% тяги. Ну и конечно же блокировка заднего межколесного и специальный режим оффроуд. Субтитры подогнал «Симон»! Конечно же мы нисколько не сомневались во внедорожных способностях омарока. Просто решили еще раз в них удостовериться. Ну и здесь я попробовал разные режимы, как вы могли видеть в обычном. То есть ничего не включая, не включая режим оффроуд. Омарок не заезжает на самый верх, потому что его душит система стабилизации. Но если ее отключить и включить оффроуд, то заезжает вообще без проблем. Тату горку можно просто перемолоть. То есть реально для него это семечки. Ну и еще интересный момент, что при включении режима оффроуд перенастраивается не только работа вспомогательной электроники, но и, например, активируется помощь при спуске как передним, так и задним ходом. То есть когда я сползал задним ходом, то электроника тормаживала, чтобы во избежание чего бы то ни было. Ну а если хотите посмотреть более детальное и более продвинутое внедорожное испытание этого пикапа, то смотрите ссылку в описании, когда мы тестировали его в предыдущий раз, и погода этому способствовала больше. Ну что ж, подводим итоги. Вы знаете, лично для меня Amarok с двигателем V6 обрел какой-то другой, более интересный, скажем так, смысл. То есть ты понимаешь, что у тебя не только классные внедорожные возможности, но и на асфальтовой дороге ты можешь вальнуть по полной, будем это называть так, и получить от этого какое-то удовольствие. Плюс тебе не вытрясают душу в ежедневных поездках. И именно с V6 лично для меня Amarok стал более привлекательным, даже учитывая цену в 55 тысяч долларов, что конечно больновато. Но тем не менее, если сравнивать его с главным конкурентом, который приходит на ум, это Ford Ranger Wildtruck, то цены сопоставимые. Тот стоит тоже что-то 55-56 тысяч. Ну и если говорить о том, для кого он предназначен, то тут в общем-то долго раздумывать не приходится, потому что сам производитель называет его своего рода премиум пикап. И понятно, что это уже готовый автомобиль для богатых любителей активного отдыха, рыбаков, вылазок на дикую природу. Не скажу любителей оффрода, потому что для таких вещей машину нужно специально готовить. Возможно для нее лучше. Ну как заготовка подойдет, скажем, базовый Amarok с парт-таймом, который можно наворотить и оснастить уже всеми фишками. Но вот такой вот автомобиль, он получается, ну не то что сбалансирован, а он многогранно хорош. Мне же остается только пожелать вам удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла. Комментируйте, лайкайте, подписывайтесь, заглядывайте на наш сайт Infocar.ua и до встречи в следующих тест-драйвах. Всем пока!